как будто пульс пикает привет привет сегодня у нашей опашки день рождения мы пойдем поздравлять купим тортик все уже там торт буду покупать береги и вот здесь мы берем тортики вкусные натуральные выпечка всякие тортики пасти если надежда нежность пироженки что-то из выпечки все вкусное хлеб вроде взяли тортик сметанный на 2 500 мы берем там обычно сметанный сникерс но сникерс и чуть жирноват потом нежность есть такой торт но его сейчас почему-то не было сметаны тоже пробовали вкусные не особо жирные должны быть наполеон тоже вкусно все кажется да донечка тут охраняет торт она сегодня в платье который у виза подарила сама ты надела его с утра и все не снимает а сегодня всю ночь лил дождь а мы вчера стирали ковры у родителей дома и наши ковры наверное днем высохли и опять за всю ночь намокли теперь будут обсыхать сохнуть и еще нам на некоторое время папа дает машину погонять намного удобнее будет нам на двух машинах макс будет на этой а я на то или наоборот на работу ездить но это временно на несколько дней так что сегодня тоже ее забрать чтобы завтра с утра поехать на ней сразу на работу что будет удобно а мыть намыть-ка мыть намыть-ка а это не нуждается в смазке дай 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 то а пашки цветы красивые какие бабочкой Главное найти центр тяжести. Настоящий еврей, короче, пообратите внимание. Александр Сергеевич Абрамович или Пушкин берет. Эй, Абрам, туда не ходи, там евреев берет. Это ворон травой школы. Ой, это басклый, боман. Тоже боман, тановая, окейся. Тоже муан был? Муан был, табак. Интересно, без наказа. Я же я тебе нарисовал. Потому что вот так поставил и отбел. На стекло поставил, выслечивается. А Айманка вообще пятерки папе с мамой поставила. Там учителя все стоят. Дроз, Броз, Малиновский. И она папе и маме. Знаю, как пятерка, лазерка. Еще пасты тогда чернильные же были. А потом, а кто нас нарисовал? Рожки там нарисовал. Мы втроем есть, ты и Ахан. Ахан еще и мы с Попередом. Ахан, мы с Аханом покупались, мы втроем. Послушайте историю опять. Ахан, мы с Аханом живем. Мы с Аханом живем, где мы с Аханом живем. Я взяла и мы с вами. Так, съемка пошла. Мы покупались, в баню сходили. А знаете, где Дарина? Почему она не с нами? Потому что вон она где сидит, крутая такая. Она рассказывала. Все, давай, поехали. Боится так? Давай, 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 давай. Ну вот. Теперь нам надо выехать. Так, дочь пристегнулась. Так, у меня привычка говорить. Так, так что привыкаете. Прохладно уже стало на улице. Надо бы погулять. В воскресенье уже блин. Завтра опять на работу. Не успели выехать, уснула. Помыли машину всю. Папа сказал, если хотите на ней ездить, мойте. Почелось помыть. Она чистенькая, так что. Вон там ковер. Мы же стирали ковры. Будем разгружать два ковра и дорожку. И еще одну балапашку. Здесь что, тоже ковер? Нет? Нет? А? А коляску где-то сказал. А, там коляска. Вон туда коляску и... Сюда же. У тебя будет, ты же будешь ее возить. Коляска здесь будет? Ну куда я буду возить все равно? Как на корабле ездить. Мммм, качать все. Ладно, все, пошлите домой. Пока. Всем доброе утро. Мы вчера постелили ковер уже в зал. Он такой стал чистенький, беленький. Мы его почти даже не узнали. Стало сразу уютно. А я перед тем, как пойти на работу, решила, пока есть время, тушу тут мясо. Это у меня будет уже на завтра обед. Успею, скорее всего, просто потушить мясо. Оно будет мягкое. И вечером доварю. Это будет намного быстрее, чем я. Начну все это делать только вечером. И был большой кусок мяса, который я немножко разморозила. Он был слегка еще твердый. Слегка только размороженный. Я его сразу поделила, порезала порционно. Вот у меня вышло 5 пакетиков. Где-то чуть побольше нарезанного, где-то поменьше. Будет удобно всю неделю достать вечером. И не надо марать руки. Все готово. Я знаю, что второй раз мясо замораживать не стоит. Так как там всякие микроорганизмы будут оживать и все такое. Но выбора нет. Мне так удобнее. Поэтому вот нарезала. Все, сейчас буду доваривать. Помою посуду. И пойду собираться на работу. Все помыла. Все чисто. Мясо почти мягкое. Но это уже будет все вечером. Беру с собой макарошки с подливом из курицы. Если вам кажется, что мы едим только макароны, это не так. Просто видео снимаю тогда, когда именно почему-то у нас макароны на обед. Блин, смотрите, вместе с крышкой поставила в микроволновку. Она вся расплавилась. И теперь не закрывается. Блин. А так то, что стеклянный контейнер, это классно. Спокойно в нем греешь. Быстро все загревается. Единственное, вот запортачила с крышечкой. Придется покупать новую. Все, я готова. Я сегодня вот в таком виде. В своих штанишках, которые похожи на юбку. Удобно, просторно. Нигде ничего не давит. Надела свои сережки. И, наконец-то, моя бижутерия, мои украшения пойдут в ход. Наконец-то, будешь куда носить это все. Хочу сейчас взять с собой вот эту вот сидушку. Забыла, как она называется. Автокресло у нас стоит в той машине нашей. И сюда, в папину машину, пока временно хочу поместить. Забыла, как она называется. Ну, в общем, в эту сидушку. Чтобы когда Данельку буду забирать откуда-нибудь, вдруг буду издалека забирать, чтобы она сидела пристегнутая. Нужно немножко к габаритам привыкнуть, правда. Все, давайте, пока-пока. Пожелайте мне удачи. Увидимся либо сегодня, либо завтра. Это уж как получится. Все нормально. На работу успела. У меня даже есть еще пять минут. Вообще, главное, аккуратно, не спеша ездить. И можно ездить спокойно на любой машине. Чуть-чуть нужно время, чтобы привыкнуть к габаритам. И, конечно, не отвлекаться, как я сейчас на камеру. На телефоны. Но я сейчас просто живу возле работы. Здесь нет совсем машин. Поэтому включила, достала камеру. Приветик снова всем. На самом деле, прошел целый день после последней съемки. Время 7 часов вечера. Я только-только еду домой. Сегодня понедельник. День немножечко длинный получается. Так как я работаю в торговле, в продажах. Все после выходных закупаются. Еду домой. Сегодня с Данелькой папа посидел. Попросили папу. Он посидел с Данелькой дома у нас. Не знаю, как там и что они делали, как они провели время. Вообще, мой папа всегда за нами, за всеми смотрел. Очень хорошо он смотрит за детьми. Так что я не переживаю. Лишь бы Данелька его не замучила. Так что, вот так вот прошел день. Надеюсь, сейчас будет хороший вечер, продолжение дня. Так что, всем пока. Доброе утро вторника. Начинается вот так вот. Варю тут гречку. Доваривается подлив для гречки. И решила попробовать сделать сосиски в слоеном тесте. У меня есть много сосисок. И купила вчера слоеное тесто. Не знаю, что получится. Делаю впервые. Вот такие вот полосочки нарезала. И сейчас буду заворачивать сюда сосиски. У меня есть еще 250 грамм теста и сосиски. Покажу вам, что получится. Надеюсь, будет вкусно. Ну, как-то вот так вот получается. Сейчас обмажу это все яйцом. И решила половину теста использовать для сладостей. Будет слойка. Слойки будут с абрикосом. У меня был замороженный абрикос. Я его нарезала. Надеюсь, сок не потечет на все эти сосиски. Но посмотрим, что получится. Вот как все выглядит в сыром виде. Я думала, у меня нет кунжута. Посыпала маком. Еще и нашла кунжут. Вот такая аппетитная вкуснота получилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok